Время дневных новостей, что сейчас происходит в регионе, расскажу я, Дарья Жилина и мои коллеги. Здравствуйте и коротко о темах. Поражает свои истории. Судно «Эклипс» прошло путь от Владивостока до Архангельска, а в наши дни покоятся на дне Северной Двины. Поднимут ли его? Отечественные бренды набирают популярность. Расскажем о местных предпринимателях, которые делают одежду с северным характером. Из дерева и льда в Каргополе появились новые точки притяжения для туристов и любителей русского севера. Дата опять сместилась. Если в декабре планировали, что ремонт в Новодвинской больнице завершится 26 января, то теперь называется новый срок – 1 марта. Министр здравоохранения вновь проинспектировал ход работ. Если на втором и третьем этажах все уже готово, то вот на четвертом не такая радужная картина. Поэтому власти будут настаивать, чтобы подрядчик увеличил количество работников на объекте. Также на первом этаже есть ряд замечаний по линолеуму и плитке. В целом прогресс есть. Конечно, хочется, чтобы все было быстрее. Но надеемся, что к 1 марта все-таки это все должно завершиться. Дадим шанс подряд организации все-таки это сделать. Напомним, обновление поликлиники в Новодвинске началось в 2021 году. На капремонт здания выделено около 80 миллионов рублей. Если с ремонтом в Новодвинской больнице не задалось, то вот установка оборудования в медучреждениях идет планово. Все по программе модернизации первичного звена здравоохранения и за счет средств арктической единой субсидии. Как следует из доклада регионального Минздрава, озвученного на оперативном совещании, уже завершается установка флюорографов в Коряжемской и Новодвинской городских больницах. Начат монтаж рентгеновского аппарата в Котловской ЦГБ. Магнитно-разносный томограф в рамках программы модернизации в Котловской ЦГБ. Оборудование помещения готово, оборудование доставлено. И частично сейчас самая главная катушка в этой гентре везется уже тоже также в больницу. Соответственно, в течение февраля будет происходить установка. В 2023 году также завершится строительство пристройки к хирургическому корпусу Минзинской центральной районной больницы, которая получит медоборудование по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» на спроекта здравоохранения. В связи с этим губернаторам на оперативном совещании дано поручение. У меня просьба в Мизинь выехать, тоже с коллективом больницы, с ветеранами встретиться. Там есть вопросы по оснащению пристройки фактически обновленной больницы оборудованием. Значит, надо по маммографу, Александр Сергеевич, я вам поручение дал, чтобы маммограф там был установлен в соответствии с техническим заданием первоначально. По остальному оборудованию, которое там есть, соответственно, дайте разъяснение. Глава регионального Минздрава также сообщил, что в рамках арктической единой субсидии поступает оборудование в Архангельскую областную детскую клиническую больницу. Около 420 миллионов рублей предусмотрено на оснащение лечебно-диагностического корпуса. Аким Самедов, Ольга Красулина, Регион 29. Сухой отчет – это не результат. Решение проблемы жителя – вот цель общей работы. Об этом глава Северодвинска напомнил коллегам на очередной планерке. Что же стало поводом? Во-первых, ситуация с домом номер 18А на улице Ломоносова. Управляющая компания должна сделать перерасчет за период, когда были серьезные понижения температур в квартирах. Кроме того, уже к пятнице одному из жителей вернут деньги, потраченные на судебные издержки. Одно из поручений Игоря Арсентьева касается проверки 22-го автобусного маршрута. На днях там вновь без оснований высадили ребенка, который с коньками ехал на стадион. Вы в прошлый раз так отнекались, сказали, что ничего подобного не было. Ну, что, заявитель это все придумал, что ли? Что плохого, если ребенок едет с коньками в сумке в автобусе? Она кому мешает? Скажите, пожалуйста. В коем образом это является основанием для того, чтобы ребенка, причем неоднократно, высадить с автобуса? У меня просьба, пожалуйста, Сергей Николаевич и контрольное управление подключитесь. Значит, надо проверить. Потребовал глава Северодвинской и ускорить процесс по открытию общественных туалетов. Модули доставлены в декабре, они работают только лишь потому, что не подключены к сетям электроснабжения. Оно было возведено в Шотландии в 19 веке. Спустя полстолетия прошло посев морпути от Владивостока до Архангельска. И уже в наши дни покоится на дне Северной Двины. Судно «Эклипс» поражает своей историей. И было бы здорово, если в этой истории откроются новые страницы. Правда, вернуть корабль из глубин совсем непросто. Виктория Воронцова продолжит тему. Часто судьбы морского транспорта складываются так, как не смог бы придумать ни один писатель. История барка «Эклипс» тому подтверждение. Судно родилось в Шотландии в 1867 году для китобойного промысла. Но позже было подарено России с капитаном Отто Свердрупом на борту. В 1915-м «Эклипс» в переводе «Затмение» первым прошелся в морпуть от Владивостока до Архангельска, обнаружив по пути экспедицию Вилькицкого. Она потерялась, если можно так сказать, в арктическом пространстве. Это тоже считалось одной из пропавших экспедиций наряду с экспедицией Русицыанова, Брусилова и Седова на тот момент. И барк «Эклипс», который отправился во главе с капитаном Отто Свердрупом искать эти потерянные экспедиции, вот благодаря радиосвязи, на тот момент достаточно современной радиосвязи, которая на барке была установлена, обнаружил, как раз нашел экспедицию Вилькицкого. К слову, она сделала последнее географическое открытие. Был обнаружен архипелаг Николая II, ныне Северная Земля. Примечательна судьба «Эклипса» и тем, что на его борту духом приключений и открытий заразился отец неугомонного Шерлока Холмса, Конан Дойль. Видимо, уже обнаруживая в себе писательский дар, ведет очень интересный, очень плотный такой живописный дневник. Причем живописный не в переносном, а в прямом смысле, потому что он еще и много очень зарисовывает. И таким образом мы видим «Эклипс» еще и в графическом изображении рукой Конан Дойля. Дневник – это бесценное совершенно сокровище. «Эклипс», можно сказать, жил дважды. Судно, обшито Гринхартом, редким деревом, которому не страшен ни один айсберг, загорелось в 1919 году и было затоплено. Через 10 лет барк подняли на сушу, сменили парусную систему и переименовали в «Шхуну Ломоносов». Она стала участницей исследования Белого и Баренцева морей. Но в 1938 году по халатности людей легендарная конструкция начала гнить у берега Соломбалки. А в 1942-м ее судьбу довершила немецкая бомба. Сейчас «Эклипс» лежит под водой в 10 километрах от Архангельска. Поднять его с глубин – дело архизатратное. Но в музее верят, что единомышленники в этом вопросе найдутся. Чтобы затмению никогда не грозило полное забвение. Виктория Воронцова, Светлана Михеевская, Регион 29. Отечественная одежда набирает популярность. Таковы результаты исследований одного из маркетплейсов, где представлены в том числе локальные бренды. Востребованность российских футболок, свитшотов и кардиганов увеличилась почти в три раза по сравнению с 2021 годом. В нашем сюжете рассказываем о местных предпринимателях, которые делают одежду с северным характером. Для супружеской пары и по совместительству коллег Алексея Аншукова и Татьяны Исаевой 713 больше, чем просто бренд. Занялись бизнесом аккурат после того, как на свет появился их сын по имени Север. Аналогично назвали и одну из линей к одежде. Мы стали вынашивать идею про персональные вещи, которые могли бы быть интересны и нам, и впоследствии ему. То есть вещи, которые могли бы обладать сквозь время какой-то ценностью. Однако это слово, облаченное в оригинальный, напоминающий ироническую письменный шрифт, вобрало в себя и любовь к малой родине. Аутентичность – важная составляющая бренда, однако создатели стараются не ударяться в клюку. Тут не увидишь богатой мизенской росписи или пинежских мотивов. Скорее минимализм, который вобрал в себя смесь традиций и новаторского дизайнерского взгляда. Наша одежда кастомизируется. Это особенность ее, то, что вы можете менять патчи на спине, то есть добавлять свои какие-то принты, свои логотипы и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, ее особенность в том, что она делается, опять же таки, в нашей стране, что прикольно. И еще круче то, что она делается более локально в нашей области. Как и на любом производстве, в семейном бизнесе существует разделение обязанностей. Я занимаюсь подбором материалов, поиском фурнитуры, поиском производств, чтобы все, что мы хотим, все, что мы задумали с Алексеем, все это воплотить в жизнь. Пока предприниматели явили миру только футболки и куртки. В планах на осень выпустить новую коллекцию. Многое стало возможным благодаря такой мере соцподдержки, как соцконтракт. Государство выделило предпринимателям 350 тысяч рублей на создание бизнеса, а консультативную помощь оказало агентство регионального развития. Всем начинающим предпринимателям мы подсказываем и рассказываем, какую форму выбрать организационно-правовую, какую систему налогового обложения, где заявиться, на какие программы, чтобы получить либо льготное финансирование, либо безвозвратные средства в виде соцконтракта того же на старт своего бизнеса. К слову, обращений от начинающих предпринимателей в агентство немало, почти тысяча за прошлый год. Аким Самедов, Денис Линчевский, регион 29. Из дерева и льда жители и гости Каргополья удивляются скульптурам, что расположились на заповедной земле. Парк деревянных фигур, ледовый терем, а еще музей каргопольского наличника. Все это стало новыми точками притяжения и туристов, и всех неравнодушных самобытности русского севера. На полутора гектарах земли уютно расположился Каргопольский экопарк «Медвежий край». Главный идеолог проекта Николай Фомин, по образованию педагог. Уже в зрелом возрасте украсил свой дом наличниками. Понравилось. И, как говорится, пошло-поехало. Вернувшийся из армии сын Сергей активно подключился к работе. Мастера признаются, создание экопарка было делом не из простых. Первые четыре года поднимались. Нам когда дали территорию вот эту, вот, и смотрели, выживем мы или не выживем, помогать нам или не помогать. А потом поняли, что у нас все серьезно, вот, и вот районные конкурсы, вот тут станочек, там станочек, и вот пошло-поехало. Главная гордость парка «Ледовый терем». Окунуться в зимнюю сказку можно круглогодично. Что примечательно, такие же объекты есть только в Финляндии и Великом Устюге. О работе со льдом Николая Фомина обучил его двоюродный брат Александр Боярский, художник и организатор конкурса ледовых скульптур в Архангельске, основатель ледового фестиваля в Каргополе. 31 год назад организовал первый фестиваль «Снеговик». Это фестиваль снежной скульптуры, который вот проводится у нас в Каргополе ежегодно. В этом году он тоже будет проводиться. Ну, это как вот дополнительные у нас работы. Основное дело, конечно, Медвежий край. Только за один год его посещают более 20 тысяч туристов. Виктория Воронцова, Юрий Теленков, Регион 29. К этому часу все. Итоги подведем в 19 ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова